Да, всем привет, это второй тур. Петя Андреев против Дениса Михайлюка. Да, и Денис ставит дебют по, собственно, по моим канонам. Вариант Пауза на бесконечном С6, видимо, он готовился к матчу. Сейчас, ну, я играю в С7 всегда, конечно, есть и другие ханы, но он в С7 сыграл. И Судей Конж4? Да, давай быстро пробежимся по шансам соперника. Ну, я считаю, Петя явный. Ну, не явный, но фаворитик. А я считаю, что Петя явный фаворит с разницей в 700 пунктов на планете. А почему Денис такой маленький рейтинг? Петя должен, должен брать. А, тем более вот этот противный вариант для черных. Мне хоть конь С6 не очень нравится по причине того, что сейчас белые придут Ф4, наверное. Да, придется играть Е5. И после Е5 получается структура, в которой, в общем-то, понятный план только у белых. А черным что здесь делать? Ну, черным, вот сейчас черным надо играть Е5. Потому что если белым дать пойти Е5, то можно уже сдаться по-хорошему. А, то есть, после Е5... А С5 плохо? Ну, шаг можно дать, но после Х1 ничего не меняется. Все равно придется играть Е5. Ну, щадящий у нас контроль. Так, мы повторимся, контроль 5 плюс 3. Настоящий момент счет в матче 1-1. Точнее, мы называем это 1-1 или паучка на паучка? 1-1 мы это называем. То есть, мы считаем не результаты матчей, а результаты партий? Или как? Да, да. А, это важно. В преддверии моего матча. Я уже хотел мне какую-нибудь партию выиграть и ничью предложить. А, вон как. Нет, так честно. Ну, вот Ферзи 5. Наверное, нужно было в Солнце 5 играть. Нет, дело в том, что вот верни до 10-го хода. Грил, только быстрее. Вот 10-й ход черных. Ну. Вот тут надо конже 4 играть, вместо Ферзи 5. Здесь просто, ну, дармовой огромный перерез у белых. Денис как-то не разобрался. Ну, тут же, конечно, все еще борьба некоторая есть. На Слон Д6, наверное? Слон Д6. Е5, видимо, выигрывает на Слон Д6. Прямо так уж и выигрывает? Ну, да, там взяли-взяли два раза, Ладья Е1 в конце. А, ну да, согласен. Слон Е7, Слон Е7 учтыкал, Денис. А, да, Слон Е7 сыграл. Ну, да. Ну, как тебе позиция? Петя думает. Не, ну, Петя должен быть большой перерез. Е5 надо играть. Е5 кунь Е4. Туда накидывает, да? Ну, да, конечно. Черные не успели развиться, и это может сказаться. Е5 сыграл. Который Андреев. Ну, с другой стороны, тут такой нюанс, что белым надо действовать очень энергично. Если чуть-чуть промедлить, то черных просто лучше будет. Пешка на Е5 слабая, структура черных более выгодная. Так, ФСБ6, видимо? Не знаю. Тут черные надо уже просто, ну, крайне аккуратно играть. Может быть, на каких-то вообще компьютерных нюансах хожу. Может, по-моему, ФСБ4, точнее, ход, я не знаю. А в чем разница? Ну, там поле Д6 как-то придерживаем, и там, если конь Д6, там вообще на Ф4 падает. То есть белым придется играть С3, может быть, эту пешку съесть на Б2. Хотя бы страдать за что-то. Ну, тяжелая позиция у Денис. ФСБ6. Банально. Ну, может быть, тоже. Прямо. Просто если сейчас 5 не пробьет, то партия вступит в совершенно другую стадию. Если слон Ф5, там, ну, черные, вот, пойдут, слон Ф5. Нет, если черные пойдут, слон Е6, один ход, вот, слон Е6 укрепились, и уже совсем другая... А вот сейчас же можно игнорировать, можно игнорировать. Всем другая петрушка, да. Вот сейчас слон Е6. Нет, тогда слон Е7. Ну, конь Е7. Ну, конь Д6 шаг. Это уже немножко не то. Так, ну, тогда нужно выменивать, что ли? Нет, слон Ж5 Петя очень сильный ход сделал. Видимо, если побить, побить, 2-0 не проходит, потому что на А7 висит, и вообще все плохо. Нет, Петя очень сильный ход сделал, да. Как бы тут не подошло все к концу. Вот надо было ФСБ4 играть все-таки. А на слон Ж5 было 2-0 туда, и можно было ФСБ4 брать. Нет, может, может, так, ФСБ8 нельзя, уже конь Д6. Выигрывает. Да, тяжело. Все-таки слон Е6, все-таки допустил Денис тот шаг на Д6. Ну, что-то как-то... ФСБ4 выигрывает Петя, то есть Владяй Ф7 здесь удар есть. Владяй Ф7. Владяй Ф7 заканчивает, слон Ф7 как за Ф3. Я думаю, что Петя вполне под силу, он такой простенький ударчик. Найти, да? Да. Но Белом играет. Просто единственное, что может ему помешать, то, что ФСБ5, видимо, тоже выиграл. Ну, да, Владяй Ф7 нашел. Ну, все. Слон Ф7? Довольно впечатляющая демонстрация силы, если честно. Я бы, наверное, перепугался бы с таким шмотистом играть. И... нет, Денис все думает. Просто если коротжево 8, то лишний конь. А если слон Ф7, то маткостный ФСБ3. То есть, ну, выбора не очень много. А, вот стоп, может, тут какой-то такой микрошанс. Лон Ф7, Ф3, Конь Ф5. Ферзь Ф5, ФС7. Ну, даже там, Владяй Ф1, это уже лишний материал у Белых при непрекращающейся атаке. Ну, в общем, да. Довольно легко. В 20 годов Петя одерживает победу. Выходит вперед в микроматч. Поскольку каждое очко на счету, то... Один, полтора на полочка, не думаешь, у нас устроит. Кстати, Петя знает об этой особенности правил. Я думаю, знает. Но я думаю, в любом случае Петя будет играть его второй партией на победу. Ну, от Славянка. Да, я думал, у Дениса побольше рейтинг. Не вышел из дебюта. Не, ну, Ферзь Е5, грубо ошибка, но это надо знать. Надо знать, что там по НЖ4 надо играть. Без этого знания тяжело. Я вот как-то давно играл в Блиц с одним мастером Фидея. И, в общем, похожим образом проиграл. То есть, по сути... Знание Пети, ой, знание Дениса, то, что... Ну, одна ошибка. Одна ошибка. Ферзь Е5. Конжи 4 здесь у черных лучше. Да, действительно. А почему... Ну, Делфи... Конжи 4 заведи. И дай ему чуть подумать. Нет, это Делфи и мой ноутбук. Ну, в общем, это у черных лучше. Черные успевают пункт Е5 прихватить. А после Ферзи Е5 у белых почти выиграно. То есть, Петя сделал все абсолютно правильно. Да, 18 годов партия завершила. Всем спасибо. Да, и там уже, может, скоро вторая начнется. Всем спасибо.